Как ты проснулась знаменитой? Увидишь меня на телече. Увидишь меня в холостяке. Мне кажется, я нигде даже и не рассказывала эту историю. Отлично, мы сейчас послушаем. То я подтяжку лица сделала, то нос исправила, то еще что-то. Потом случился холостяк. Как ты туда попала? Я вот так вот поворачиваю голову, и я вижу же, стоит Тимаси. Я опять открываю глаза, и просто вот как реально в триллере. Ночь, лес, и его нет. Я бы себе там напридумывала бы уже. Я, наверное, просто хочу вот делать то, что я сейчас делаю, с любовью. И чтобы это действительно откликалось людям. Ой, мамочки, поехали что ли? Чем говорить-то надо? Привет. Да. Всем привет. Привет, я сегодня не накрашена, и Катя у меня тоже. А это значит, у нас ваша любимая рубрика «Откровенный макияж». Но мы сегодня с тобой в абсолютном новом формате. А потому что ты мне сказала, я тебя красить не буду. Так, секундочку. Секундочку. Я просто не визажист, поэтому... И я с удовольствием принимаю новый формат, и это так прикольно, потому что мы с тобой будем сегодня делать макияж для себя, в спокойном режиме, болтать. А у меня потрясающие гости. Катя Голден! И я, если честно, о тебе узнала, ну, не так, наверное, давно, года два назад, к своему стыду. Ну, почему? Мне кажется, это нормально. И ты, когда шла по вот этому проходу «Карталь» на мастер-классе, я говорила, боже, что это за божественная девушка. Она иностранка, она где живет? Она вообще кто такая? Почему я ее в жизни ни разу не видела? Блин, это очень приятно. Я просто сидела, и они говорят, да. Я тебе, говорит, дам контакт этой девочки, это модель, она из холостяка. Я говорю, она божественна просто. И я же в тот момент на тебя подписалась, а вот с тех пор я тебя смотрю, и ты мне очень симпатична. Очень приятно. Спасибо, спасибо. Потому что вот я много с моделями работала в своей жизни, но вот бьюти-модель, ты просто потрясающая. Я, правда, не знаю, как ты работала в других ролях, но вот как бьюти-модель, мне кажется, ты такая прям потеря для бьюти-бизнеса. Спасибо, мне очень приятно. Ты же мало, да, сейчас снимаешься практически? Я действительно сейчас снимаюсь редко, потому что, ну, как-то вообще у меня моделинг ушел на второй план. То есть я могу на какие-то вот съездить съемки, если мне действительно интересно. Либо вот когда меня позвали к Арталь, мне было просто интересно поучаствовать. Вот. А так, конечно же, уже больше блогинг и уже даже предпринимательская деятельность. Да. Кстати, об этом много поговорим, потому что мне тоже это очень интересно. И нашим девчонкам тоже интересно. Давай с тобой краситься. Давай. Потому что у нас такие правила игры, мы красимся или друг друга, или себя. И разговариваем. Давай, супер. Первое, что надо сделать, ну, мы это с тобой сделали однозначно за пределами. Протереть лицо. А мы уже все протерли, мы сегодня будем делать, да, такой нюдовый клин-герл-мейкоп. Да. Я тоже поддерживаю. Мне это очень нравится. И, наверное, в последнее время я его только и делаю. Но для тебя это очень органично, потому что ты в своих блогах и стори постоянно показываешь макияж. Ну да, зачастую я хочу сказать, что просто я в обычной жизни крашусь достаточно редко, потому что... Потому что я красивая. Спасибо. Да, нет, просто как бы 12 лет моделинга, они все-таки дали о себе знать, когда тебя постоянно красят, ты уже на себе испробовала все, что только можно и нельзя. И уже как бы к своему возрасту все равно я понимаю, что мне нравится, что мне откликается. И для меня вот самый обычный макияж, что-то где-то подкрасить, это идеально. Вот. Плюс это очень быстро, и к тому же это может повторить каждая девушка. И если вы, например, захотите его повторить, но вам нужно будет пойти там на какое-то мероприятие, можно сделать там небольшой акцент на глазах, и это будет смотреться супер. Да, согласна. Вот. Я буду наносить сыворотку такой немножко у меня, концентрат протеиновый. Мне он просто нравится. Мне по возрасту лучше чего-нибудь поплотнее, поувлажняющее. А ты просто тоник, да, побрызгала? Я тоник, но я давай тоже нанесу чуть-чуть. А, тоже хочешь? Чуть-чуть, да. Давай. Супер. Ну, а мы там сейчас придем к твоему вот этому праймеру. Он же праймер, да? Да. И тоже его попробуем. Давай. Смотри, как красиво, да, увлажняет. Угу. Одного праймера не хватает, мне нужно еще кремик какой-нибудь нанести. Тогда я себя чувствую лучше. Нет, я тоже считаю, что кожу нужно увлажнять хорошо, потому что от этого, в принципе, весь макияж зависит, как он будет лежать. Потому что зачастую кто-то говорит, вот у меня там все скатывается, либо у меня ничего не лежит, не держится. И мне кажется, вот самое основное, это то, что зачастую девочки смотрят лизажистов, и они смотрят, как они уже делают какой-то макияж. То есть, либо как они красят губы, либо как делают стрелки. Это сейчас уже пошла мода на то, что нужно говорить, что девочки, давайте подготовим кожу, все увлажним, чтобы у вас все было хорошо. А многие все равно этого не знают. И я на самом деле каждый раз удивляюсь тому, что сейчас, конечно, в моей жизни этого нет, но я иногда и на съемки приходила, где визажист даже не протирает лицо, ничего, сразу тебе тон, быстро там что-то припудрил, и все. Кстати, так хочется об этом поговорить, именно о твоем моделинге и о сотрудничестве с визажистами. Ты же много этого испытала, но тебе были руки самых передовых, крутых моих коллег, да, и ты вот ощущала, ты была в этом поле, ты долго в этом варилась. Как ты в моделинг пришла? Давай свой праймер. Давай. Как я пришла в моделинг? Мне было тогда 14 лет, и у меня всегда была идея, вообще-то забавно, иронично, научиться танцевать. Спойлер, я до сих пор не умею танцевать. Я чувствую себя всегда максимально каким-то бревном, вот, потому что я отучилась в музыкальной школе 8 лет, у меня есть музыкальное образование, но по этой, как бы, истории я не пошла, и вот когда я закончила музыкальную школу, мне хотелось чем-то заниматься. То есть я все детство что-то делала, и встал вопрос, что я хочу, и, собственно, я думала, что я пойду танцевать, но так случилось, что я поехала в лагерь, там была девочка, которая закончила модельную школу, и она говорит, Катя, тебе нужно попробовать. И вот я вернулась. Ты высокая рост? Я метр семьдесят шесть. В детстве была, да? Мне кажется, я уже в четырнадцать лет, да, мне кажется, у меня с тех времен как бы возраст, ой, рост сильно не изменился, вот. Вот, и я приехала из лагеря, говорю маме, мам, давай сходим попробуем. И она такая, да, давай. Вот, и, собственно, мы пришли в модельную школу у меня в городе, в Нижнем Новгороде, и как-то так все быстро завертелось, мне сказали, все, мы вас берем, будете к нам ходить. И вот, получается, я отходила, наверное, где-то два месяца, меня там учили, как правильно ходить, каким-то модельным термином. Ну, я уже только на тот момент, там, спустя, наверное, полгода поняла, что там брали, собственно, всех. Как бы неважно, какие у тебя параметры, росты, сколько тебе лет, вот. Но потом приехал букер из Москвы, меня отобрали, и вот с того момента в целом началась моя модельная жизнь. Я подписалась с моим материнским агентством, с которым я, кстати, по сей день, вот уже 12 лет, я его никогда не меняла, я просто их обожаю. И начала ездить за границу. То есть вот с 14 лет я начала путешествовать и работать как модель. Вот, как-то так. Мама легко тебя вот прям отпустила, да? Ты же еще юная девочка, и вот как-то мамы побаиваются иногда отправлять. Здесь так интересно было, потому что у меня мама, она супер такой активный человек, и она всегда поддерживала все вообще мои начинания. Она всегда говорила, да, давай пробовать, вот. Но был против папа. Папа был прям категорически, потому что в то время моделинг вообще как бы, ну, что это вообще, можно так сказать. То есть сразу казалось, что все, там какая-то проститутка, еще что-то, какие-то непонятные съемки, вот. Но у мамы есть такая способность убеждать, вот. И постепенно, постепенно он, конечно, очень сильно переживал, особенно когда я поехала за границу. И в первую модельную поездку я поехала с мамой, потому что папа сказал, либо ты едешь с мамой, либо ты не едешь вообще никуда. И мне кажется, это было правильным решением, потому что, ну, 14 лет. То есть как бы кто-то... Ой, супер. Продвигаемся в макияже. Вот. Кто-то даже там не умеет, грубо говоря, там элементарно готовить и, не знаю, стирать. Ну, 14 лет, конечно. Да, то есть ты об этом не думаешь, особенно когда ты живешь с родителями. И мы поехали с мамой, и в первую поездку я ездила с мамой, и во вторую, и потом вот уже постепенно-постепенно, во-первых, когда я начала зарабатывать деньги, во-вторых, когда папа увидел, в принципе, результат, что я как бы ни вот не пойми, чем занимаюсь, да, действительно, меня приглашают на съемки, там, меня показывают по телевизору, в журналах есть мои фотографии. И он там перво их покупал, чтобы себе сохранить, и они до сих пор там дома лежат. Вот. И, собственно, уже потом, когда я поступила в институт, это еще стало таким более, наверное, активным периодом, потому что я поступила на заочное и еще более активно начала ездить. Вот. И он уже как-то... А ты успевала уже более успокоен? Да. А потому что я начала, получается, в девятом классе сдала экзамены, уехала летом, получается, когда были каникулы, потом в десятом классе я поехала в зимние каникулы, но там был контракт на два месяца, и поэтому тоже так получилось, что мой классный руководитель, она как-то была расположена ко мне, и они с мамой придумали какую-то схему, что я вроде уехала куда-то учиться за границу, да. Но, конечно же, там некоторые одноклассники там увидели какие-то фотографии, вот. Но приехала, вообще все сдала, и потом уже вот до конца одиннадцатого класса я никуда не ездила, я училась, я сдала ЕГЭ, и вот только после этого я уже уехала. Поэтому в целом я успевала учиться, я поступила на бюджет и поехала. Но вот училась на заочном уже потом. Но она не только тебя же поддерживала, мама, я вот недавно где-то видела, что твоя мама участвовала в конкурсе. Да, было такое. Это ты её? Нет, на самом деле даже у меня не было такой мысли. Просто в какой-то момент она позвонила и сказала, Катя, я хочу участвовать в миссис Нижний Новгород. Я говорю, у меня суперактивная мама, то есть она всегда... Она такая же красивая, как ты. Да. Ну, я считаю, что мама – это как раз-таки вот мой мотиватор, потому что, ну вот сколько я себя помню, всегда она чем-то интересовалась, всегда ей было интересно изучать что-то новое. Мы когда с ней поехали вот как раз-таки в мою вторую модельную поездку в Японии, она как-то так вдохновилась вообще в принципе Японии, что она начала изучать японский язык. То есть я начала ходить на какие-то курсы, где-то полгода походила, то есть ей было это интересно. Вот. И получается, в прошлом году она говорит, я вот хочу себя попробовать, когда, если не сейчас. Плюс там был определенный возраст, в который ты можешь участвовать, до какого возраста ты можешь. И она входит, да? И вот это был как раз-таки вот грань, когда можно было еще поучаствовать. Слушай, это так здорово, когда родители активные, да? Вот ты так и гордость за это испытываешь, и ощущение легкости, потому что они заняты чем-то тоже интересным. И вот эту поддержку, потому что они там где-то в этом процессе, очень близком к тебе. Ну да, мне просто кажется, что у нас есть такой стереотип, что вот ты, грубо говоря, достигаешь какого-то возраста, и все. Все, что ты можешь делать, это нянчиться с внуками по факту, да, там, и быть на пенсии. А хотят они от тебя? Нет, конечно, у меня мама с папой, они прям очень ждут, они такие, когда уже внуки. Но при всем при этом, вот я говорю, все время что-то в каком-то движении. У меня, например, в прошлом году была свадьба, и мама... Я видела этот торт! Мне кажется, этот рилс просто взорвал весь интернет, и мне его показали, наверное, раз пятьсот этот торт. Бочные там просмотры. Я досматривала каждый раз до конца, потому что я вот эту эмоцию каждый раз ловила и думала, это только Катя ее может в жизни прожить. И вот это не придумаешь, не сыграешь эту эмоцию с этим тортиком падающим, конечно. Многие сделали бы из этого трагедию, страдали бы потом еще несколько дней, а у тебя этот рилс просто, ну, у тебя эта история вообще рассмешила, удивила, впечатлила, и еще и рилс на этом, на просмотрах. Все сняли, да. Все сняли, да. Очень классно. А ты как любишь тон наносить? Кистью или спонжем? А я вот так вот и кистью, и потом еще и спонжем. Спонжем чуть-чуть добиваешь, да? А ты вообще носишь тон? У тебя такая кожа идеальная. Мне кажется, тебе и тон-то не особо. Это просто мы потому что красимся здесь. Да, потому что мы красимся. Да, я в жизни вообще тон не ношу, и действительно, я всю жизнь, наверное, считала себя обладателем хорошей кожи, и всегда визужисты удивлялись, как с модельной жизнью мне вообще удалось сохранить ее. Потому что, когда тебя постоянно красят, там могут быть какие-то высыпания, косметика не подойдет, сухость, еще что-то. А ты носила свои кисти? Или у тебя такой мысли не было? Свои кисти я носила только в Китае, вот, а уже когда работала в Америке, там в целом, да, все было хорошо, там всегда были чистые кисти, вот, и поэтому вопросов не было. Но вот буквально, наверное, в прошлом году я столкнулась с тем, что у меня появилась розация, и я начала понимать, что вообще такое проблемы с кожей. Потому что до этого, как бы, я там могла пользоваться двумя какими-то средствами, и меня все устраивало. Вот, но это такое больше нервное, так скажем. Ну, вот как владелец бренда декоративной косметики, я четко понимаю, что в нашей целевой аудитории очень мало людей, которые просто суперидеальные кожи. Вот мало девочек. Сейчас как-то больше их становится. Мне кажется, да. Но их все равно не так много, и каждый раз, знаешь, почему я это говорю тебе? Потому что у меня есть много уроков, где я делаю, там, только консилером тон, там, ну, какие-то вот части закрыты, там, хорошее сияние нанести. У меня тоже вот есть такой праймер, который, ну, в принципе, вот он у меня такой старенький, но он тоже похож, видишь? Да, и такой же эффект, как мы с тобой пользовались твоим. И я говорю, вот я его специально сделала для идеальной кожи, когда вот хорошая кожа, и консилером только закрыть. И этот прием не очень популярный, то есть он не очень много так собирает одобрения, потому что многие женщины говорят, что сейчас постакне, розоцеп, пигментация. И вот эти все-таки проблемы мы как-то должны скрывать. Поэтому, да, классно, если вам девочки говорят с экранов, что можно только там что-то легкое наносить, но... А здесь просто еще, мне кажется, самоощущение, как ты себя чувствуешь, потому что зачастую у нас же как, девчонки стесняются, что у них там здесь какой-то прыщик, здесь еще что-то. А у меня как бы в моделинге не было такого, то есть у меня, ты приходишь на кастинг, и есть у тебя прыщик, нет, ты должна быть без косметики. И то есть я уже к этому настолько привыкла, что мне без разницы, там вскочил у меня какой-то прыщ, обсыпало меня чем-то или нет, я себя комфортно и так, и так чувствую. А у нас все-таки девчонки переживают, и я их прекрасно вообще абсолютно понимаю. Я к чему начала-то, я вообще не к тому, и я имею достаточно много текстур, все равно у меня каждый раз запрашивают что-то такое фундаментально затирочное, чего еще у меня в бренде нет. Нет, дайте пудру, которая там наглухо, там вычищает все, там плотно, а я как будто даже не могу это создать, потому что я считаю, что нужно как-то полегче к своей коже. Да, ты, во-первых, все равно исходишь из себя, то есть что ты транслируешь, что ты и создаешь. А другой момент, что мне кажется, нам все-таки нужно чуть больше времени, чтобы у нас девушки поняли, что действительно можно не всегда накладывать много косметики. И сейчас все-таки, мне кажется, как раз-таки есть вот этот тренд на естественность, когда можно действительно там где-то что-то подкрасить, консилером убрать, но не так, чтобы у тебя было прям вот такой слой. И как будто бы даже можно на день и не краситься. Ну, это прям совсем вот кто смелый, кто себя чувствует и без косметики хорошо. Уверена, да. А какой основной посыл твоего блога? Что ты даешь девчонкам? Потому что, ну, мне интересно тоже за тобой смотреть, и я смотрю и вижу, что ты учишь за собой ухаживать. И даешь поддерживающие там всякие информационные блоки, у тебя какие-то были проекты, связанные с самоценностью, с любовью, да, к себе. Почему такая разносторонность? И все-таки в чем ты, чем ты больше всего любишь в блоге заниматься? Мне кажется, мой блог в первую очередь это про открытость и про честность. То есть мне всегда не то, чтобы хотелось, ну, то есть я всегда транслировала себя такой, какая я есть. И если я где-то смешная, я даю себе возможность быть смешной. Если мне что-то не нравится, либо кто-то поступает в мою сторону не так, как бы мне хотелось, я тоже про это рассказываю. Потому что мне кажется, когда у нас начали активно блогеры развивать соцсети, все-таки мир поделился. И кто-то либо показывал слишком идеальную картинку, да, что вот у меня вообще все супер, все классно. А кто-то наоборот показывал вот и всю изнанку, там, и семейную жизнь, и вообще вот прям все-все-все. А мне хотелось какой-то баланс, что ли, в этом найти. И я всегда была открытой, и мне всегда было, ну, важно быть близко со своей аудиторией. Потому что тогда зачем это все, если по факту за камерой ты другая. Ну, то есть у меня даже мои подписчики, которые ко мне подходят, они говорят, Катя, ты в жизни точно такая же. Абсолютно. Ну, то есть и это даже не про внешность, это про вот какую-то как раз-таки открытость, что я спокойно могу со всеми там и поговорить, и сфотографироваться. У меня всегда классное настроение. Ну, то есть понятное дело, что оно бывает плохим, но когда ко мне подходят мои подписчики, ну, мне наоборот это только приятно. Вот, и как раз-таки то, что я создавала и информационные продукты, это про, вот как это сейчас принято вообще говорить, это уже немного надоело, но это действительно про любовь к себе, что вы должны любить все свои грани, которые у вас есть. И вот мне кажется, как раз-таки девчонки, которые на меня подписаны, они за это меня любят и смотрят. Да, вот правда зовут искренность, и иногда повысить себе настроение так классно посмотреть на тебя, ты всегда хохочешь. У тебя очаровательная улыбка просто, и какие-то смешные моменты, причем такие гармоничные, проживающие, жизненную такую ситуацию, прикольно, конечно. Мне кажется, что юмор продлевает жизнь, и с шутками, с юмором намного проще проживать какие-то сложные моменты или ситуации. Это всегда вот можно перевести, и тебе самой становится намного легче. Как ты поняла, что ты вот проснула знаменитой, или ты как-то очень долго к этому шла и незаметно пришла к тому, что у тебя там интерес в аккаунте, ты поняла, что ты по сути блогер, вот как это произошло? Потому что я тебя уже увидела, ну, большим блогером, и я тебя уже увидела, когда твоя карьера заканчивалась, и я тебя не видела, я не смотрела холостяк, хотя вот мы с тобой сейчас общались, а у нас есть общая, получалось, общая визажная знакомая, да, ролик можете тоже посмотреть. И мы с Кристиной о тебе как раз говорили, и так тепло вспоминали, я как раз ей говорила, как я тебя на Арталь увидела, я давно, вот я на самом деле очень давно не была в таком, в каком-то вот восхищении от модели. Ну, мне нравятся женщины всегда, ну, окружена всегда красивыми женщинами, я как-то не была. А тут я, знаешь, как этот, как какой-то мальчишка, который искал телефон девочки. Ну, я потом успокоилась, я как-то просто подписалась и, ну, стала наблюдать, а тогда я была в каком-то таком вот прям, я представляю там твоего мужа, тогда молодого человека, как он наверняка тоже вот так же восхитился. Не зря он прям молодец, забрал свои сети. В общем, как ты проснулась знаменитой? Ой, я вообще могу сказать, что я не считаю себя знаменитой, да, ну, то есть какое-то слишком, мне кажется, громкое, прилагательное, но вообще весь мой путь, он был таким постепенным. У меня не было какого-то супербыстрого взлета, что обо мне все узнали. Нет, это было вообще всегда постепенно. То есть когда я была моделью, я просто вела свою страничку, потому что, ну, все, собственно, вели, и у меня не было какой-то направленности в блоге. Я просто выкладывала свою жизнь. И люди начали постепенно подписываться, и в то время очень сильно набрали вообще обороты мои селфи. То есть их часто, да, выкладывали и на Пинтересте, и потом какие-то салоны красоты брали, рекламировали свои услуги. Я каждый раз смотрю, то я подтяжку лица сделала, то нос исправила, то еще что-то. Я такая думаю, блин, ну хотя бы уж рекламировали то, что я могла бы хотя бы сделать, но уж явно не подтяжку лица там в свои 20 лет. Вот, и вот с этого блог начал расти, и даже сейчас, когда там меня где-то упоминают, берут вот те старые фотографии, где у меня просто вот селфи. У меня в какое-то время, мне кажется, блог просто только из селфи состоял. Вот, потом случился холостяк в любом случае. Как ты тогда попала? Ой, вообще очень случайно. Вот я залетела в последний вагон и вообще даже не планировала быть на проекте. И мне кажется, я нигде даже и не рассказывала эту историю. Вот, потому что как-то вообще было не до этого. Отлично, мы что-то послушаем. Сейчас вы послушайте, как это было. Получилось так, что я жила на тот момент в Лос-Анджелесе, как раз-таки работала моделью. У меня еще тогда были там прошлые отношения. Вот, и что-то как-то вот все было плохо. Я, соответственно, рассталась с молодым человеком. И в тот момент у меня как раз-таки очень сильно заболела мама. Вот, это как раз-таки был ковид. Вот, и я понимаю, что мне и там не очень, и мама болит. И я вообще сама нахожусь в каком-то таком достаточно сложном состоянии эмоциональном. Плюс у меня еще тогда шел ремонт в квартире. В Москве? Да, в Москве. И за это нужно было отвечать. Но на тот момент отвечала как бы мама за ремонт, потому что ей было ближе приехать, если что-то там проверить. Вот, и получается, что я вот расстаюсь с молодым человеком. А он американец? Нет, он русский был. Русский был, да? Но жил там. Жил там, да. Вот, я расстаюсь с молодым человеком, прилетаю в Москву. А, и последней, наверное, вообще такой точкой было, что я звоню маме, и я понимаю, что вся семья мне что-то недоговаривает. Ну, то есть я понимаю, что как бы она себя не очень хорошо чувствует. А сколько маме лет? Маме, получается, 57. И в какой-то момент я ей звоню. Она вроде такая более-менее на веселе, но она мне такая говорит, Катя, я составляю завещание, и у меня вот так вот сердце уходит в пятки, а я понимаю, что, ну, моя мама, она не то чтобы не может это сказать, ну, то есть, зная, насколько она активный человек, зная, насколько у нее есть вот этот вкус жизни, у меня просто вот так вот все обрывается, и я просто в моменте беру билеты, прилетаю, вот. И понимаю, что действительно она себя очень плохо чувствует, у нее на тот момент поражение было 80%. Вот, хотя... А как тебя в ковид отпустили? А на тот момент были рейсы, то есть можно было летать, там как раз-таки с Америкой были, знаешь, вот эти вот вывозные рейсы, то есть они там раз в неделю летали, вот, и получается, я прилетаю, и у меня все как-то вот идет не так, я рассталась с молодым человеком на таком... Он не понял, почему ты улетела? Нет, он знал, почему я улетела, но это было тоже так вообще, как бы, я говорю, вот как одним днем, прилетая в Москву, у меня просто, наверное, четыре чемодана огромных, вот на тот момент я как раз-таки себе заработала грыжу, потому что я всегда эти чемоданы таскала сама. Приезжаю на квартиру в Москве, понимаю, что мне не так установили кухню, она вообще какого-то желтого цвета. Уже сажусь в поезд, приезжаю в Нижний Новгород, ну, в больницу там к маме, понятное дело, никто не пускает, все как-то максимально печально, вот. И тут я вижу, что мне в директе поступило сообщение, но я почему-то его не увидела, оно просто куда-то, видимо, пропало, а потом оно опять появилось, что типа, Екатерина, мы вас хотим пригласить на кастинг там, холостяк, туда-сюда. Ну, и я, соответственно, хоть как-то там маме поднять настроение, говорю, мне вот там пришло сообщение, типа, зовут на ТНТ на съемки, она говорит, Катя, конечно, там, езжай обязательно, то есть как бы, я говорю, мам, ну, это же вообще не мое, я там модель, и съемки, какой-то холостяк непонятный. У тебя не было отношений в этот момент? Нет, уже все, отношений не было, то есть я вот приехала. А он знал, что у вас нет отношений? Или он узнал об этом? Нет, знал, конечно. Не настолько все было, как бы, что я такая уехала, и потом увидишь меня на телечке. Увидишь меня в холостяке, да. Да. Он не знал, что я буду сниматься, потому что мы уже перестали общаться, но он знал, что мы расстались. Вот, и она говорит, что вот обязательно сходи. Я говорю, мам, нет, там, ну, я не хочу, что-то как-то вообще не мое. И потом я понимаю, что вот она себя все еще как-то хуже-хуже чувствует, думаю, ну ладно, схожу. Вдруг там что? Типа вот, исполню желание, так скажем. И я, соответственно, отвечаю, говорю, хорошо, я готова прийти к вам на кастинг. Ну, ты помнишь, там какое-то одно время было прям такие обманы девочек, как-то там, ты не побоялась, да? Так вот, самое интересное случается потом. Они мне отвечают, говорят, Екатерина, здравствуйте, кастинг закончился. Я такая, ну, собственно, я сделала все, что я могла. Я ответила, кастинг закончился, я не сильно-то больно и хотела вообще. Вот, и потом буквально там проходит два часа, они говорят, у нас закончился кастинг, но мы очень хотим, типа, чтобы вы к нам приехали. Я говорю, а я сейчас в Нижнемногорд я не могу к вам приехать. Прямо сейчас, да? Да, вот. На что они такие, ну, что-то опять там, то ли не ответили, то ли что. И я потом приезжаю на съемку в Москву, а это все с разницей, ну, там буквально два-три дня, наверное. Они пишут, Екатерина, давайте мы с вами созвонимся по скайпу. Еще на тот момент скайп использовали. Я такая говорю, ну, я говорю, слушайте, я на съемке, мне вообще некогда. То есть я максимально до последнего сливалась с этой затеей, и в итоге они такие говорят, мы очень хотим с вами созвониться. Я говорю, хорошо, у меня есть 15 минут, и я ехала буквально, вот, действительно, с одной съемки на другую. И мы созваниваемся, там буквально было вот пару вопросов. Я даже, если честно, не помню каких. Они такие, все, спасибо. Я такая, ну, все, спасибо, да. Забудьте обо мне опять, да. И, да, прошла у меня съемка, я сажусь обратно в поезд Нижний Новгород, и мне приходит сообщение, Екатерина, мы вас взяли с съемки послезавтра. И у меня в этот момент отправляется поезд Нижний обратно. Я приезжаю домой маме, говорю, ну, звоню, она еще тогда в больнице была, я говорю, так и так, она говорит, Катя, конечно, езжай, все. Мама, конечно, у тебя очень просто букер. Не букер, а кто на... Агент. Агент, да? Продюсер. Продюсер, агент. Вот. И в итоге, а там же еще все делается так, что ты до конца не знаешь, кто будет, да. Но уже на тот момент как бы было известно, что это будет Тимати. А мне как бы, ну, вообще в принципе было без разницы, кто что, я даже не понимала, куда я иду. И в итоге день отъезда, мне вот пишет девушка-продюсер, говорит, Екатерина, мы вам возьмем билеты. И, собственно, день, я думаю, ну, как бы, а съемки уже сегодня. А я еще в Нижнем Новгороде. И как бы ничего не происходит. И маму выписывают в этот день из больницы, потому что ей уже сказали, что, типа, долечивайтесь, грубо говоря, дома. Потому что она пролежала в больнице, наверное, месяца полтора на тот момент. И она приходит, и это просто вот картина, я как сейчас помню. Мы живем на третьем этаже, и вот она до третьего этажа поднималась, наверное, на минут 20. Потому что, то есть, настолько она не могла дышать, ей было плохо. Она поднимается, я вижу, что она похудела, я не знаю, килограмм на 10, наверное. То есть, у нее вообще вот ну просто никакого нет ни здоровья, ни состояния. У меня вот так вот, мне плохо, у меня слезы. И в этот момент приходит сообщение, что вот у вас поезд через 2 часа. Я такая, я никуда не поеду. То есть, я остаюсь. Какой вообще поезд? Какие съемки? О чем речь? Вот. Она такая, нет. Типа, Катя, езжай, все будет хорошо, не переживай. Все будет классно. Мама так всегда обычно, да. Вот. И я сажусь в поезд. Поезд был ночной. Ну, то есть, он приезжал в Москву в 12 ночи. Я приезжаю, меня встречает водитель. И первое, что мне кажется странным, я не езжу на заднем сидении, просто потому что меня всегда укачивает. Я говорю, можно я сяду спереди? Он говорит, да нет. Спереди вообще нельзя. То есть, я такая думаю, ну, странно. И он ставит чемодан вперед. Я такая думаю, то есть, не разрешил сесть вперед. А чемодан почему-то поставил. Думаю, ну ладно. А у меня еще тогда был очень сильный джетлаг, потому что я вот из Америки прилетела там буквально, ну, 5-6 дней. Я сажусь, он второй чемодан ставит слева от меня. У тебя два чемодана. Да, у меня было два чемодана. И я не поняла, почему он их не убрал в багажник. Все, мы садимся. Он говорит, я бы себе там напридумывала бы уже. Я в тот момент, почему-то меня это вообще не смутило. Я не знаю, почему. Я была, видимо, эмоционально на каком-то вот дне и очень уставшая, что я такая, мне вообще пофиг, я сажусь, все. А, соответственно, продюсер, но она мне ничего особо не сказала. Она говорит, типа, вы приедете в Москву, мы вас там засели, мы там через пару дней начнутся съемки. Вот. Я такая, ну окей, ладно. И в итоге он такой говорит, ехать 3 часа. Я такая, а время 12 ночи. Я такая, ну хорошо, ладно. Он такой, будешь есть? Я говорю, нет, я не хочу есть. Он такой, ну а вот вдруг ты сейчас приедешь, там поздно, и ты захочешь есть. Я говорю, ну я приеду, лягу спать. Ну как бы время... Триллер. Да. Просто. И получается так, что я засыпаю, потому что у меня джетлаг, я вот в каком-то вот таком состоянии, уже ночь. Открываю глаза, и мы стоим на заправке. И его нет, он как-то ушел. И его не было, наверное, минут 40. Он приходит, он такой, да я вот решил поесть, я там еще что-то. Я такая думаю, блин, отвези меня до гостиницы, ну как бы я спать хочу, потому что я с поезды 4 часа ехала. Он такой, все-все-все, едем. Мы опять, соответственно, едем, там я не знаю, час, наверное, полтора. Я опять открываю глаза, и просто вот как реально в триллере, в каком-то ночь, лес, и его нет. И я такая... Ужал в туалет. Нет. И в этот момент мне реально вот уже стало не по себе, потому что я открываю дверь, он стоит курит. Я такой думаю, блин, он меня вообще собирается везти или нет? И я ему говорю, а чего мы ждем, почему мы не едем? Он такой, я жду координаты. И я такая... И в этот момент меня просто взрывает. Я говорю, какие нахрен координаты? Я говорю, у тебя что, адреса нет? Ну, то есть я начинаю уже на него очень сильно наезжать. Пишу продюсеру, этой девушке, она мне не отвечает. И мне уже становится как бы не по себе. Я какой-то мужик, мы посреди ночи в лесу просто. И он такой, все-все-все, мне координаты прислали, а я уже злая. Я говорю, когда мы приедем? Я уже хочу спать, время там уже полчетвертого, как бы утра, грубо говоря. А это еще зима, холодно. Я сажусь, он такой, все, 15 минут, 15 минут нам осталось ехать. Я такая, ну окей, хорошо. Я вот так вот сажусь, у меня тут этот чемодан, я вот опять вот в таком вот каком-то полудреме, полусне. Мы подъезжаем, я до последнего вообще не понимала, что происходит. Мы подъезжаем, подходит какой-то охранник, говорит, сейчас мы пропуск закажем, и вы заедете. И я такая говорю, блин, что за, извините, как бы организация. 4 часа ехать, мне бы пропуск заказать. как бы время 4 утра, там не то, чтобы пробки, и там куча людей, грубо говоря, потому что они пропуск не заказали. И я такая, ну окей, хорошо. И я опять сажусь, меня очень сильно рубит. Я вот это сижу, вот так вот, у меня тут грязная голова, я какая-то вот такая, уже слюни текут. И просто открываются ворота, и вот такой просто сильный свет в глаза. И я понимаю, что мы заезжаем на съемочную площадку. И тебя в этот момент снимали? Да. И я такая, и мы заезжаем, я вот так вот поворачиваю голову, и я вижу, что там стоит Тимоти. А я вот это вот, вот это вот, слюни, вот это сопли, вот такая вот, с грязной головой. Просто, это была зима, это был просто максимально грязный Volkswagen Polo. Просто он был максимально в самом ужасном состоянии. Открывается дверь, подбегает визажист, быстренько меня вот так раз, припудрила, сзади мне вот так раз, воткнули микрофон, такие, иди. Я просто вот с такими глазами, я вообще не понимаю, что происходит. Я смотрю, а там именно еще стеклянные двери были. И я стою, а, я смотрю, что он стоит в смокинге, и я вот такая вот, из машины, 8 часов, 4 часа на поезде, и 4 часа потом вот с этим водителем. И я такая, ну, типа, а там, если посмотреть этот отрывок, там видно мое выражение лица. То есть это не подстроено. Я стою вот с таким вот лицом, типа, ну, как бы у меня нет обратного вообще выхода, и куда мне идти, мне только туда. Потому что... А тебе сказали, что тебя сейчас привезут, поспятят, в отель, через 2 часа. Вы поспите, там, через 2 дня у нас съемки. Ну, я, собственно, я не готовилась, ничего, и поэтому все потом начали спрашивать, Катя, а ты специально в спортивном костюме заехала? Я говорю, да, специально в спортивном костюме. Вот меня когда продюсеры спрашивали, как вы хотите, чтобы вы вышли? Я говорю, на грязном польсвагене пола, с грязной головой и в спортивном костюме. А я вот не смотрела эту серию, ты сама страшненькая вышла в России? Нет. Или там со всеми так себя вели? Нет, все были одеты красиво. Самое интересное, да, потому что мне же продюсер говорила, вам нужно подготовить платье, подарок, ну, вы в чем будете выходить? Я говорю, ну, хорошо, я подготовлюсь. Соответственно, у меня был, ну, как образ, да, в голове все, и платье я выбрала, и подарок, и вот как бы, ну, это реалити-шоу, как бы, либо ты вот подстраиваешься и как-то быстро пытаешься вникнуть, что происходит, ну, либо, вот, и я захожу, и вот, здравствуйте, я вот только приехала. Ну, это для меня это был шок, ну, как бы, это еще был вдвойне шок, потому что у меня вот этот вот еще бэкграунд, когда я там... Всегда красивая, да, или нет, ты не о том хотел сказать? Нет, я не об этом, я о том, что там, я рассталась с парнем, я эмоционально, у меня болеет мама, я, ну, то есть вообще все, прям эмоционально, я головой вообще в другом каком-то месте. А ты до этого смотрела «Холостяка»? Нет, я не смотрела никакие серии, у меня какие-то отрывки где-то появлялись, ну, там, из каких-то сезонов, и все, то есть полностью я не смотрела, да и я даже не могла представить, что вот это возможно, потому что потом, мы вот как раз-таки там познакомились с Кристиной, она говорит, у нее была другая история, к ней заходят и говорят, выезжаем на съемки, она говорит, «12 ночи, какие съемки?» дверь закрыла, ну, потому что у нее характер такой, она не будет церемониться. Они такие, «Мы вас поняли». Уходят, приходят 15 минут, они такие, «Кристина, здравствуйте, это наш психолог». Она такая, «Я все поняла, выезжаем на съемки». Ну, то есть там либо так, либо как бы, до свидания. А скажи, а у вас там были телефоны, вот вы как-то могли общаться, вот ты же, представляешь, ты уехала, у тебя мама болеет, и вот как ты вот эту ситуацию, прожила? Нет, телефонов у нас не было, то есть вот как только я зашла на съемочную площадку, у нас сразу забрали телефоны, и нам их выдавали, ой-ой, и нам их выдавали где-то раз в два дня, буквально на 10 минут. Все. Ну, то есть я брала телефон, там, звонила, писала, все ли хорошо, и все. То есть ты особо им не могла пользоваться? А его не было, их забрали. В этот момент ты никакие там социальные сети не могла вести? Нет, да. А у тебя уже большой блог был? У меня уже, да, у меня уже было где-то, наверное, там порядка, может быть, 250 тысяч подписчиков, вот, и потом уже, когда я там спустя месяц обратно вернулась в блог, все такие, Катя, мы переживали, куда ты пропала, что случилось? Тебе нельзя было, да, вести в этот момент? Ты никому не сообщила, Да, во-первых, нельзя было вести, вот, ну, собственно, ты на съемочной площадке что-то оттуда будешь выкладывать, это сразу понятно, видно, и как бы, я говорю, давали на 10 минут, и с нами сидела девушка и смотрела, что мы делаем. То есть можно было только позвонить, написать, и все, никакие ни соцсети, ничего. А у тебя был агент какой-то? Нет, у меня вообще никого тогда не было, то есть все. Окей, ну люди писали, а ты видела, что они тебе писали за эти 10 минут, или ты даже выстрелила? Нет, я видела, то есть я могла зайти просто там, грубо говоря, посмотреть там пару сообщений, и все. Подружки у тебя знали, да, что ты идешь на холостяка? Две подружки, и, собственно, как бы, я им просто вот сказала, и они такие, все поняли. Все поняли, да, и все, больше ничего не спрашивали. А долго ты там пробыла? Я была ровно половину, прям вот ровно половину. Были какие-то моменты, с которыми ты не согласна? Да я не могу сказать, что были моменты, с которыми я не согласна. Это просто вот такая школа жизни, потому что там до сих пор могут писать девчонки или спрашивать Катю, а стоит ли идти? Вот бывают девчонки, которые там кастинг и пишут мне что-то. Я могу сказать, что если вы стрессоустойчивы, и вы в себе вот просто внутренне уверены, то тогда стоит, потому что эмоционально это действительно сложно, потому что, во-первых, ты находишься в таком вакууме, у тебя нет никакой новостной повестки, кроме как вот этих съемок, и ты постоянно обсуждаешь одно и то же. Плюс ты живешь с девушками, которых ты видишь впервые в жизни. И если для меня это нормально, потому что я как бы в модельной жизни жила, там 12 человек в одной комнате, и мне в принципе без разницы, с кем спать, то для кого-то это стресс. Для кого-то стресс то, что помимо тебя красивые, есть еще там 12 красивых девушек, и все они действительно интересные, красивые, и с ними есть о чем поговорить, потому что ни одна такая звезда пришла, есть вот эта вот женская все равно какая-то конкуренция. И вот если вы к этому готовы, то тогда да, но эмоционально это все равно очень сложно. А ты когда ушла, ты сильно расстроилась, когда тебя не выбрали? Ну там тоже так получилось, что... Ну понятно, никому практически из них Тимати был не нужен. Там же дело-то в другом было же. Ну так нельзя говорить. Нет, я не знаю, как там у других было, там нужен, не нужен. В моем случае там была история в том, что я в какой-то момент сама захотела уйти. Вот. Ну вот так получилось, что вроде бы... Видишь, я не смотрела, что я посмотрела. Но так получилось, что вроде бы вот я не сама не ушла, а что меня как бы выгнали. Понятно. То есть это все-таки была твоя идея, тебе нужно было уйти домой уже, да? Я просто уже поняла, что вот, ну, мне достаточно. А что ты там сделала такого, за что ты... Чем ты очень гордишься и за что тебе стыдно до сих пор? Чем я очень горжусь, это тем, что, наверное, даже вот в тот момент, когда я только туда пришла, я не побоялась показаться вот как раз-таки такой простой девчонкой там в спортивном костюме. И мне кажется, часть аудитории, которая пришла как раз-таки с проекта, меня именно за это полюбили. Потому что многие девчонки писали, что не каждая, далеко не каждая бы, да, разрешила, вот, грубо говоря, ворваться на экраны, не накрашенные, с грязной головой и в спортивном костюме. Вот. И в целом я себя чувствовала тогда достаточно максимально комфортно в этом образе, но просто я говорю, это было неожиданно. Неожиданно, да. Вот. А то, за что было стыдно, не знаю, мне кажется, у меня не было такого, что мне было за что-то стыдно. Просто я сейчас даже вот не то, что пересматривая, да, там попадаются какие-то моменты, фотопленки или еще что-то, я смотрю, это вообще два абсолютно разных человека. То есть на тот момент я еще эмоционально не была стабильна из-за всех вот этих вот ситуаций, потому что там еще получилось так, что вот мало того, что меня во все это вот так вот быстро как бы вкинули, да, и мне нужно было сориентироваться, что вообще происходит, так там еще в первой серии типа в гости пришел Егор Крит, и первый человек, с кем он начал разговаривать, это со мной, типа, Катя, а что это ты тут делаешь? И начал немного так на меня наезжать, но мы были заочно знакомы, и я еще пыталась от него отбиваться, от его вопросов, и соответственно, вот именно только это мне было сложно. Сейчас-то, конечно, я, мне кажется, вообще по-другому бы себя абсолютно вела, да. Ну ты и помоложе была, и бэкграунда была. Да, 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 то есть это все с возрастом, опыт, мне кажется, не было ничего такого, за что мне стыдно, или что я о чем-то там жалела бы. А давай вернемся про жизнь в Америку, вообще как ты туда попала, ну понятно, через моделинг, да? Да, 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 я просто подписала контракт, и получается, поехала туда работать. Комфортно было, или были какие-то, ну, такие ситуации, которые очень тяжело переживались, и сложности были? А, у меня... Как тебе, кстати, румяна? Мне нравится. Ну да, хорошие. Вот, у меня такого, как бы каких-то прям суперсложностей не было, потому что, в целом, я уже на тот момент владела английским, понятное дело, что не в каком-то там, знаешь, идеальном формате, но я могла спокойно излагаться, вот, и как-то там и друзей брела, ну, мне было очень комфортно, на самом деле, то есть не было каких-то проблем, и работа очень быстро пошла, потому что зачастую все агенты говорят о том, что вот Америке нужно дать время, а тебе должны сначала немного узнать, ты должна поработать с какими-то брендами, которые, грубо говоря, ноунейм, и только после этого, да, тебя будут звать какие-то крупные, а у меня как-то сразу я взяла два больших кампейна, и после этого очень быстро начала работать с крупными брендами, и в целом все было супер, вот. И ты 4 года там прожила, да? Я в общей сложности практически 5 лет прожила, то есть я приезжала в Россию как раз-таки сдавать экзамены, там буквально, там, не знаю, на 2 недели увидеться с семьей, и потом обратно уезжала работать. А ты там с молодым человеком познакомилась? Ну, с тем? Да, да, да. Просто... Любишь много румян, да? Да. Вот ты вот делаешь сейчас такую современную девчачью историю, я себе такого позволить не могу, потому что на макияжах старше там определенного, ну, давай, скажем, на лифтинг макияжа, когда ты делаешь носик красным и подбородок красным, и вот этот, я очень люблю это делать, у меня дочь это делает, и говорит, мама, ты вообще ну, неправильно красишься, она рассказывает о такой технике. Она еще и учит. Да. И я однажды себе так же попробовала, даже хотела с ней риву снять, как это смотрится на молодой, прикольно, и как это вот, ну, на другом лице, более взрослом, смотрится, и я, конечно, выглядела просто ужасно. И я сейчас смотрю, ты делаешь такой же макияж, как у меня Настя делает. А сколько ей лет? Одиннадцать. Почти двенадцать. И это, конечно, очень прикольно. Вот носик, подбородок и вот прям... Ну, вот да, у меня такая свежесть. Очень красиво. Мы сейчас еще припудрим, и так сильно не будет. Очень красиво. Ты сейчас хочешь вернуться в Америку? Да, на самом деле сейчас хочу, но вот когда я жила там, я думала, что я буду жить в Америке, но это было такое... Не то чтобы мимолетное какое-то решение, я просто на тот момент никогда не жила в Москве. То есть я всегда, когда возвращалась, я возвращалась в Нижний Новгород. То есть у меня либо был Нижний Новгород, либо Лос-Анджелес. Либо Нижний Новгород, там, например, и Милан. То есть я не жила в Москве, и я не знала, как это жить в Москве, что здесь, как вообще строится жизнь. И вот потом как раз-таки, когда я прилетела из Америки и случился холостяк. Я осталась в Москве буквально на два с половиной месяца. И вот потом познакомилась как раз-таки со своим мужем. Мы начали жить в Москве, и я поняла, что вот я не хочу жить нигде, кроме как в Москве. Все. А сейчас просто хочется съездить, потому что я давно не была. Я знаю, что тебе дали визу, а Стасу не дали. Нет, Стасу тоже дали. Уже, да, у нас уже есть виза, мы вот все хотим съездить. Просто чисто вот он не был в Лос-Анджелесе, я хочу ему просто показать, попутешествовать. Вы такая красивая пара вообще, просто сумасшедшая, красивая. Дополнение такое. Причем дополнение я вижу не только с точки зрения там близости и отношений, а дополнение как партнера в бизнесе, да, тоже очень классно. Такая поддержка. Мне кажется, ты больше про контент, креатив и... Да, так и есть. И, ну, задумку, а он у тебя вот про... Мозг. Да, приземлить все эти твои идеи. И многим блогерам, визажистам, коллегам не хватает вот такого человека, который может приземлить это все, упаковать и правильно подать. Так и есть. И у тебя вот такое... Я вот смотрю на вашу пару и думаю, очень классная история и очень большое будущее вот такой именно истории. Спасибо. Да. Я сегодня столько комплиментов получила, мне вообще просто безумно приятно. Ну, я смотрю уже, я без... Предприниматель в большей степени, чем визажисты, там, чем блогеры. У меня такого вообще... Истории про блогерство в моей голове нет. У меня есть подписчики, но они не на блогерство, наверное, пошли, а на... Да, следят больше, да, как за предпринимателем. За предпринимателем. И я все сужу через предпринимательство. И это очень хороший кейс, очень классный кейс, когда есть сердце и есть, собственно, тело, да, которое приземляет все, упаковывает, выстраивает. Это невероятно круто. Как вам пришла идея сделать бренд? И почему косметики, да? Ты же могла одежду делать, сумки. Ну, можно в любое зайти. Идея пришла у меня. Я вот у себя тоже во Влоге рассказывала о том, что это случилось, когда мы были... Получается, два года назад мы отмечали Новый год в Грузии, и вот у меня возникла эта идея, но потом я это все сложила и поняла, почему у меня это появилось. То есть, как бы, когда ты 12 лет работаешь моделью и ты взаимодействуешь, грубо говоря, со всеми мировыми визажистами, и ты смотришь, как они работают, что они делают, какую косметику они используют, и ты еще и являешься лицом, да, какого-то бренда, когда тебя снимают, и смотришь еще по другую сторону, как это с маркетинговой точки зрения продвигается. Да и мне всегда косметика была интересна. То есть, я никогда не была визажистом, да, и мне, наверное, не хотелось стать визажистом, но возможно, если бы не моделинг, может быть, я каким-то бы образом и пришла бы в эту сферу, вот. Но это все так сложилось, что вот моделинг, постоянно красят, плюс я постоянно на себе эти навыки отрабатывала, мне там было интересно купить, например, какой-то продукт и на себе его попробовать. И когда я начала вести блок, опять-таки повторюсь, что он начал развиваться из-за моих селфи, вот, а потом я начала снимать какие-то туториалы на себе, прям вот совсем-совсем какие-то там просто чисто вот, как я себя крашу. Как сама девочка себя красит, как такая современная девчонка, какие, ну, что она бы на себя примерила, да? Да, и это стало интересно, это тоже начали смотреть, и, собственно, вот поэтому косметика. Об одежде я, наверное, как-то даже и не думала, хотя я тоже это все люблю, вот. Но ты много показываешь переодевалок, да? Это тоже интересно, это интересно смотреть, да? Это тоже часть моего блога, это и одежда, и косметика, то есть и какие-то путешествия. Вот, и, собственно, так появилась идея, и начали. Давно вы эту идею, то есть сколько от запуска, от мысли до запуска времени прошло? От мысли до запуска, получается, прошло год и три. Ну, хорошо, для начала. Ну, то есть это неплохо, цикл производства чаще всего такой долгий из-за упаковки. Да, но это еще, когда ты хоть что-то в этом понимаешь, а когда ты вообще не понимаешь, то есть вот за что тебе хвататься? Ты хочешь создать бренд космический. За что? Куда идти? Кому писать? То есть визажисты, ты как бы знаешь визажистов, но ты же знаешь, что у них нет своих брендов, и поэтому они, скорее всего, тебе не смогут подсказать. И вот начали просто методом каких-то проб, ошибок. Какой у тебя сейчас самый популярный продукт? Бальзам для губ? Бальзам для губ и блески, да. Это вот самое, самое популярное. Но у нас в бренде тоже. Мне кажется, просто это самое понятное и то, что действительно можно быстро купить. Мне кажется, у вас еще карандаши для губ. Это безусловно. Да. Но с точки зрения количества продаж, это, конечно, блески. Вирусные это карандаши, ну то есть то, о чем показывают постоянно, безоговорочно, то есть без рекламы, без всего. А блески это то, что супер покупается, потому что раз попробовав, девочка всегда возвращается к нам. Ну и плюс это тренд, и это быстрая покупка. То есть тебе не нужно там тестировать, да, крем, как он ляжет, будет ли какая-то реакция, что он вообще тебе даст. Блеск ты просто нанесу. А почему тебе пришла идея сделать все-таки вот первый продукт и сразу блеск, ну бальзам? Блеск у тебя, как ты его называешь? Бальзам для губ и блески это уже оттеночные. У меня была... Там одна же база, да? Просто цветные стали. Да-да-да-да, все верно. У меня получилось так, что мне не хотелось начинать с ухода, да, ну потому что зачастую начинаю делать, например, там пенку для умывания, тоник. Это проще потому что? А я вот не считаю, что это проще. Потому что я все-таки думаю, что если ты хочешь сделать уход, он все-таки должен работать. И на это, мне кажется, уходит намного больше времени. Проще с точки зрения производства. Я не говорю с точки зрения разработки. Да, с точки зрения производства, да, 100%. Потому что у нас в России есть производство, которое делает хорошие такие продукты, их много, эти производства очень классно развиваются, их в разы больше, чем производство ухода. Декоративки, да. Но у тебя все равно из разряда ухода продукты. Больше нет. Все-таки в декоративную историю, вот я сейчас расскажу, почему возникли именно эти три продукта. То есть я же все равно исхожу в большей степени от себя. И мне хотелось сделать что-то, что ты наносишь быстро, да. Потому что я же говорю, я в обычной жизни практически не крашусь. И ты выглядишь хорошо, свежо, ухоженно. И поэтому вот когда складывалось, какие три продукта выпустить, да, это как раз-таки получился флюид для лица. Ты его наносишь, он тебе дает легкое свечение, твоя кожа выглядит такой хорошей, здоровой. Укладываешь брови, потому что, мне кажется, все девушки у нас все равно сейчас укладывают брови, любят делать брови. И это как бы вообще, в принципе, твое лицо выглядит намного, как сказать, выраженным, что ли, когда у тебя уложены брови. Ну и, соответственно, что-то на губы. И вот получилось три этих продукта. То есть задумка была изначально такая, и вот она как-то так... Мы практически с тобой заканчиваем, но мне очень хотелось бы подсветить историю, потому что сейчас это всем очень актуально. Как тебе приходят идеи твоих рилсов, как ты их снимаешь, и вот секреты вот этого успеха, как они у тебя залетают, почему? Я точно не тот блогер, который... Ну, я знаю, что к тебе тоже приходят девочки, которые... Мы вот выставляем свет, сначала они два часа выставляют свет, пять часов снимают, восемь часов монтируют. У меня все-таки больше такой лайфстайл-блог, и, соответственно, из-за этого мои рилсы, они зачастую такие в моменте. То есть быстро снял и быстро выложил. Я не люблю вот это вот все, что там 100-500 часов нужно монтировать. Просто увидела, возможно, какой-то тренд, какую-то идею интерпретировала под себя, сняла, выложила. Все. Потому что я тот человек, что проходит там, я не знаю, день-два, мне может это вообще все разонравиться. И вот, и поэтому мне нужно сразу в моменте это все покладывать. Сколько времени на работу тратишь? Сейчас много. Сейчас, потому что я понимаю, что мне нужно и в бренде участвовать, и постоянно что-то делать, и при всем при этом не забывать про свой блог, потому что в любом случае это то, что мне нравится делать, это то, что мне нравится вести, показывать, транслировать. Вот. И поэтому сейчас практически все свое время я посвящаю в принципе работе. То есть у меня вот есть воскресенье, выходной день, все остальное время я, собственно, работаю. А Стас работает теперь только в бренде? Нет. Продолжает работать. Нет. То есть я за этим не наблюдала? У меня, у Стаса уже давно, у него своя компания, уже там на протяжении восьми лет. Это продакшн полного цикла, то есть они снимают рекламу, снимают сериалы, снимают вообще все, что только можно снимать. Вот. Ну и, собственно, полностью это все упаковывают, только не только съемками занимаются. Вот. И сейчас вместе мы делаем бренд. Хватает вам времени? Мне всегда кажется, что времени не хватает никогда. Да. Вот. Но постепенно, постепенно как-то вот вырисовывается и график, и там распределение каких-то обязанностей, и, в принципе, мы там взращиваем команду, соответственно, людей становится больше, и как-то вот уже... Ты совсем согласна, что он делает? Или у вас есть какие-то споры именно в бренде? У нас на начальном этапе были споры, потому что я суперкреативный человек, он суперкреативный человек, плюс, я говорю, у него как бы продакшн, и, соответственно, он уже этим там занимается сколько лет. Да, да. И у нас возникали, конечно, недопонимания, но сейчас у нас все очень органично разграничено, вот, и каждый делает свое. А как ты все-таки ощущаешь, это все-таки твой бренд или больше как будто... Нет, это общий, общий, да. То есть я тут точно не говорю, что это мой бренд, мне нет смысла этого доказывать, это наш общий бренд, и мы вместе прикладываем одинаковое количество усилий, где-то больше я, где-то больше он, но сто процентов, если бы его не было, этого бы тоже ничего не было. Как вы познакомились? Ну, на берете? Да, он мне написал в директе. Ты холостяка видела тебя там? Нет, мы познакомились до, что самое интересное, да, потому что у нас съемки были, съемки холостяка были в ноябре, Стас мне писал до этого два раза, я ему не отвечала, ну, потому что как-то... Ну, тебе много пишут, и ты, наверное, не все видишь, или ты все читаешь? А, я стараюсь все читать, я стараюсь все читать, смотреть, вот, потому что мне, ну, вообще, в принципе, интересно, что люди пишут, и что им интересно в моем блоге, вот, но на третий раз, то есть до этого два раза он мне писал все время с какой-то помощью, потому что он всегда отвечал на мои сторис, где у меня что-то случалось, и он всегда писал, давай я помогу, и мне всегда казалось, ну, йоу, какой-то посторонний чувак хочет мне что-то помочь, но в моем мире это было странно, вот, и на третий раз он просто написал, привет, ты в Москве, я ответила, привет, да, и все, и вот потом завязалось, мы увиделись, и мы увиделись за 10 дней до того, как на телевизор вышла. А он знал, что ты пойдешь нашла? Он не знал, то есть вот он, получается, через 10 дней на экраны вышла, шоу, и он это увидел, причем все также на экранах, я ему не говорила, потому что мы на тот момент были знакомы 10 дней, ну, как бы, какой смысл мне ему говорить? вы с ним встретились, а холостяк уже сняли? Уже сняли, и он уже вот как раз-таки выходил на экраны, вот, и вот он об этом узнал, он сначала, конечно, так удивился, ну, потому что это было неожиданно, а потом он сказал, ну, окей, он сказал, ты выиграла? Я говорю, нет, он такой, блин, жаль. Ну что, я бы за тебя болел, вот, ну и, собственно, после этого. И сколько времени будет вместе? Вот, в марте будет 4 года. Уже, уже как бы такой срок, да. У вас очень красивая свадьба была, я тоже за ней так наблюдала потихонечку, она какая-то такая двойная была, сначала в одном месте, потом в другом месте. Сначала у нас была роспись, да, а потом была тоже красивая. очень. Ты девчонок вывозила в Грецию, да, или в Италию? Нет, мы были, если ты про девичник говоришь, мы были в Турции. А свадьба где была? Тоже в Турции. Это Турция? Это был Бодрум, да. Мы в Бодруме праздновали. Не показалось Греция. Потому что это Бодрум. Бодрум очень похож на Грецию. Да, 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 да. Потому что с той как раз-таки стороны и там и архитектура похожа, и ландшафт, и всё. И, соответственно, да, многие думают, что вот когда в Бодрум приезжают, он им очень часто Грецию напоминает. Я недавно там была как раз в августе, что ли. Вот. Да, очень похож на Грецию. Но я как-то не обрастила внимания, где я поняла, что ты за границей и по антуражу показала, что это... Ну, красивая очень тебя свадьба. Ты очень красивая невеста была. Ты серьёзно прям к свадьбе готовилась. Что ты можешь пожелать девчонкам, которые, во-первых, к свадьбе готовятся? Как выбрать вот это то самое красивое платье? Как выбрать макияж, тот самый, прическу? Потому что у тебя было всё очень просто. У меня как раз-таки была сложность в выборе платья, потому что за 12 лет своей модельной жизни я переснимала огромное количество свадебных платьев, и меня было как будто бы сложно чем-то удивить. Вот. И мне пришлось его шить. То есть у меня просто в голове была какая-то своя картинка. Мы это всё вместе разработали, доработали, решили. Но платье-то у тебя не было простое. У тебя был простой макияж, и простая достаточно прическа. Вот про платье. Девчонкам, наверное, совет, что вот вы, когда ходите на примерки, если вы внутри почувствовали вот какой-то там, не знаю, отклик, это 100% будет ваше платье. Сколько бы вы потом ещё не ходили, там, 5-10 раз, вы 100% вернётесь к этому платью. И если оно вам нравится, берите, даже не думайте. Я считаю, что нужно вот действовать в моменте. Есть отклик, и, соответственно, покупаете. А что касается макияжа, ну, опять-таки, да, у меня он был достаточно такой естественный, в принципе, присущий мне. Ты сама себя красила? Нет, у меня была визажист. Я бы, наверное, не стала бы себя красить в свой свадебный день. Из таких советов, наверное, просто знаете, что что-нибудь 100% пойдёт не так. Ну, это неизбежно. Это нужно просто понять, принять. И самое главное, мне кажется, просто вот кайфовать от происходящего. Я просто вспоминаю тот день, и, ну, это действительно очень классно. Вот, если у вас есть возможности сыграть свадьбу, если у вас есть на это деньги, играйте, потому что такие эмоции, такое количество друзей, когда вы ещё соберёте вместе, когда все за вас порадуются. Вот. Как говорится, go with the flow. Вот, поэтому, что бы ни произошло, всё всё равно будет классно. Ну, красиво было очень. Ну, и ты умеешь это показать. Вот у тебя есть такая прям особенность, что ты умеешь любое действие показать красиво. Я помню, я как-то наткнулась, у меня не всё получается смотреть, ну, однозначно, там я бывает, что не каждый день даже в Инстаграме бываю, и как-то ты что-то показывала, и у тебя там какие-то тарелки стояли в раковине, какой-то мусор стоял на столе. Я думаю, блин, какой классный блогер, потому что всегда все вылизывают, не у каждого, на самом деле, бывает всегда частота, а так как будто какая-то суперстерильность у всех, и такое ощущение, что, ну, вот своя девчонка, тоже у меня тарелка в раковине сейчас стоит. Да, да, это может быть вообще абсолютно, и я говорю, что я это всегда в своём блоге транслирую, потому что мы все люди, вот мы все люди, у нас у всех есть эмоции, есть какие-то проблемы, случаются какие-то моменты, с которыми ты не можешь ничего сделать, и как раз-таки это и сближает, мне кажется, тебя с твоей аудиторией, потому что они понимают, что это не просто красивая вылизанная картинка, это всё-таки живой человек, который точно так же проходит свой путь и этим делится. Гарда, да, у тебя? Да. Любимая? Я честно скажу, вот у меня есть два, я буквально недавно их купила, и мне действительно они очень понравились. Я вот как-то начала очень часто видеть, что начали говорить про карандаши, и я взяла. Мне и тот, и тот нравится. Они просто разные, но они очень классные. А я в Флоренции. А, вот нет, у меня такого нет. Он, видишь, немножко пыльная роза, такой тоже красивый. Ну вот на мне Гарда смотрится немножко темновато, я прям, меня он не освежает. Ну, я его когда делала, я точно понимала, что он будет самой популярной. Да, самый? Самый популярный. Вот на втором месте Флоренция, на втором месте Флоренция, а на третьем месте Верона, просто потому что Верона выпустилась, ну, последней. Это единственный продукт, наверное, который мы не рекламируем. Потому что его и так покупают. Мы его, конечно, можем там дарить друзьям, потому что чаще всего нас просят. Можно Гарда, мы не можем купить. А потому что они, наверное, sold out часто, да? Ну, ты понимаешь, в России карандаши не сделать, поэтому это не быстрая поставка. Да, но люди иногда этого не понимают. Ну, и тоже, да, вот мне говорят иногда, а что вы не можете там произвести? Вы же в России, говорите, делаете, ну, тут нет логистики, но логистика есть на сырье, логистика есть на упаковку, иногда упаковка может где-нибудь застрять, не успеть вовремя сделаться. И это, конечно, ну, такие сейчас очень сложные процессы. Упаковки нет в России от слова совсем. И красивые упаковки тем более. Я с этим полностью согласна. Именно поэтому мы сами летали в Китай уже несколько раз. Я тоже видела, вы ездили недавно в Корею. Я везде езжу. У нас 36 контрактных производств, я на всех была. Потому что без вот этого контакта и вообще без понимания. Ну, если ты была в Китае, если не на одном заводе была, то ты четко понимаешь, ты заходишь на завод и понимаешь, с ними можно работать, а вот с этим нельзя. Да, 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 сто процентов. Во-первых, ты понимаешь, это еще в момент, когда тебе переводчик начинает переводить, и у них сразу начинают меняться показания сто пятьсот раз. Ну, и от завода, конечно, тоже зависит, да. Потому что витрина может быть по онлайн одна, когда ты сам не посмотришь на эти линии, сам не посмотришь на само производство. Я уже просто зайдя в любое производство, понимаю, сертифицированное оно, чистое оно, или вообще перекупы это может быть. То есть очень часто в Китае есть перекупы, которые просто привозят тебя на чужое производство и показывают это производство. Не знаю, зачем я вам это рассказываю. Нет, это интересно на самом деле знать, потому что когда ты видишь просто картинку, ты же не задумываешься о том, а как это все внутри происходит. И самое интересное, наши потребители, я думаю, ты, может быть, еще с этим не столкнулась, просто из-за того, что тебе этот вопрос не задавали, или как-то ты не... Они даже не понимают, что упаковка стоит дороже, чем сам продукт. Ну, так и есть, потому что... Или ровно, и от того, что если ты хочешь сделать вот такой вот носик, это плюс еще 100% к тому, что просто будет простой вот такой вот тюбик. И вот это вот не очень понятно, и иногда вот кажется, что, ну, а почему не сделать, а почему не сделать там вот этот цвет, а почему не сделать вот такой оттенок, да? Помнишь, ты показывала в блоге, и я прям думаю, блин, молодец, что ты показываешь, когда тебе предоставляли сотни, ну, там, десятки разных цветов серебра. Да, 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 да. Я каждый день с этим сталкивалась. То есть... И чтобы сделать вот этот вот цвет, мне приходится там сто кругов проблем пройти. А, да, пройти так и есть, да. Чтобы вот этот цвет, он, видишь, стыковался и мэчился вот с другими, а это пластик другой, этот цвет не будет. Пластик, а еще когда бывает, например, мягкая упаковка, твердая, оно по-разному смотрится. По-разному смотрится. И вот это, конечно, чтобы соблюсти все вот эти вот оттенки, это, конечно, в рамках производства титанический труд и огромное количество образцов. Да. И это, вот это вот очень сложно. А сейчас образцы идут тяжело к нам. Мы с тобой уже практически закончили макияж. У меня, знаешь, я всегда дарю подарки за самый классный комментарий, который тебе покажется классным. Это может быть вопрос, это может быть пожелание, это может быть отклик на эту серию. Ты выберешь, и мы подарим бокс. Если ты захочешь в этот бокс положить свои продукты, будет чудесно. Мы обычно кладем наши продукты, которые ты выберешь, которые, на твой взгляд, будут интересны. Поэтому мы такой микс сделаем. Видите, выпросила у Кати. Я только за, если честно. В общем, пишите в комментариях, и Катя выберет самый прикольный комментарий, и мы подарим вам подарок. Все результаты в телеграм-канале у меня, ну, как всегда, собственно. А мы уже с тобой заканчиваем. Я тоже крашу губы блеском. Но пока я крашу, я тебе хочу задать вот такой вот прям вопрос, который для меня очень важен. Я в этом году много манифестирую. Я говорю о том, куда я иду, что я хочу. И вот последняя моя мысль, почему я вообще тебя позвала? Вроде же ты конкурирующий бренд, но я подсвечиваю тебя как создателя бренда. Мне правда очень важно, потому что одна и один из моих манифестов, я хочу, чтобы через русское бьюти, через русские бренды узнавали Россию вот в таком красивом ключе и уважали ее за это. И я понимаю, что один в поле не воин и одним своим собственным брендом я точно не смогу реализовать этот манифест. И мне правда очень приятно подсвечивать коллег. И вот я сейчас купила завод, и я делаю там контрактное производство, и я всех коллег тоже туда приглашаю. Мы придем. Спасибо. Просто для того, чтобы усиливать наше русское бьюти. Я уверена, что ты не остановишься на Россию и через себя будешь показывать на мир, что в России есть красивое русское бьюти. Вот у меня такой манифест на сегодняшний день. Я понимаю, что он реализуется очень и быстро. Это очень в долгую. Но меня это невероятно греет. И вот в этом контексте я хотела спросить, а у тебя какой внутренний манифест? Что ты в этой жизни делаешь? Ну, я, во-первых, хочу сказать огромное спасибо за то, что ты меня пригласила, потому что вот те слова, которые сейчас были сказаны, может сказать только уверенная в себе девушка, женщина, потому что у нас обычно бренды между собой очень сильно конкурируют, и я уж точно на данном этапе вообще не конкурент, но мне очень приятно, что есть такая поддержка, потому что, ну, когда ты смотришь на Америку, ты видишь, что они все между собой взаимодействуют, и это даёт такой масштаб и такой отклик у нас, а у нас такого нет. И вот то, что ты делаешь, это очень круто. Вот. А что касается моих каких-то, наверное, целей, мечт, я сейчас вообще в начале своего пути. я, наверное, я просто хочу вот делать то, что я сейчас делаю с любовью, и чтобы это действительно откликалось людям, потому что я для людей, вот я не для себя, я больше для людей. Мне хочется внести какой-то свой вклад, пускай это будет там вклад в блогинг, или пускай это будет вклад в косметику, но мне хочется вот сделать какой-то вклад, за который люди будут меня уважать, ценить, любить, и, в принципе, поддерживать. Очень круто. Спасибо тебе огромное. Мне было очень приятно. Я надеюсь, что вам понравился и такого рода подкаст. Мы узнали невероятные секреты. Да, и они были тоже. О которых ты не говорила. И, возможно, для некоторых людей ты открылась с другой стороны, вот такой глубокой, человека не только показывающего свою жизнь, но и очень глубоко работающего и с большими целями и идеями. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Что, всё? Было круто. И обязательно подписывайтесь, лайкайте, комментируйте. Кстати, кусочки этого видео, когда вы будете их смотреть, постите себе в стори, отмечайте нас с Катей, нам будет очень приятно. Во-первых, мы посмотрим, как это будет. И обязательно сделаем репост. Сто процентов. И это будет очень интересно и полезно нам, и вам тоже будем развивать русское бьюти вместе. Ура! Супер. А я тебе хочу подарить подарок тоже. Ой, спасибо. Чтобы ты немножко познакомилась с брендом. Да, я обязательно всё попробую. Ничего себе тут. У меня много чего есть, мне не жалко. Я буду всё тестировать. Спасибо. Здесь и укропы для волос. Это новая линейка. Да, новая линейка. Ну, я так смотрю, всё хорошо. Всё хорошо подарили. Всё хорошо собрали. Спасибо большое.